Девушки отдыхают В моем понятии женщина это цветок, с ним нужно обходиться нежно, говорить красивые слова, чтобы расцвели, а не обливать. У тебя кровь, дай посмотреть. Вот не надо этого. Хватит уже обращаться со мной как с маленьким ребенком. Да, я прекрасно осознаю, что я младше вас на 30 лет, но я никакой не мальчишка, я взрослый мужчина. Вы умная женщина и отлично понимаете, что у меня есть чувства к вам. Логан, прекрати. О каких чувствах может идти речь? Я тебе в матери гожусь. А сколько лет разницы между вами с Рикардо? Вы все равно полюбили его, даже несмотря на то, что он был женат. Не так ли? Я же ничего от вас не жду. Я не ваш типаж, это я прекрасно понимаю и осознаю. Но вы не имеете права относиться ко мне как к глупому мальчишке. И тем более подшучивать над моими чувствами и не воспринимать их всерьез. Потому что это жестоко. Не переживайте, я больше никогда вас не побеспокою. Привет. Есть минутка. Привет. Кто ты такой? Гость из будущего. Мне нужна твоя помощь. Наконец-то. Давай, садись за стол. Это все приготовила ты? Да ты ведь голодный. Бедняжка. Наверняка в тюрьме еда ужасная. Там тебя не обижали? Злые бандюганы с татушками не пытались отбирать у тебя еду? Тебя ведь не пытали? Мэрс, я всего лишь несколько часов побывал в камере. Меня не сажали в тюрьму. Все равно. Тебе нужно хорошо поесть. С этим я соглашусь с тобой. Мне все еще не верится, что это Итан убил ее. Это не было убийством. Произошел несчастный случай. Но он струсил и не хотел в тюрьму. Решил просто закопать ее в прежней могиле. Как ты вообще догадался, что это он? Сложил один плюс один. Это мог быть либо он, либо Исак. Я решил пойти спросить прямо. И он признался. Мы не скажем Веронике? Это не честно. Она должна знать. Она и так уже потеряла дочь. Если еще узнает, из-за кого. Мэрс, она этого не выдержит. Ладно, ты прав. Пусть лучше она думает, что это Ройтман. Он больше заслуживает ненависть, чем Итан Кларк. Вкусно? Да, очень. Спасибо. Я очень рад снова видеть тебя. И я. Ты хорошо выглядишь, папа. Ты ведь уже путешествовала? Да. Прости меня за то, что я сломала тебе жизнь. Эй, детка, не надо. Ты ничего мне не сделала. Я же тебе сказал, я ни секунду не пожалел о том, что защитил тебя. Мне лишь жаль, что вам с братом пришлось расти без меня. Я рассказала тебе брату. Скоро он тоже придет навестить тебя. Я буду ждать с нетерпением. Как там ваша мама? Все еще красивая? Вот, держи. Это для тебя. Мы недавно фоткались всей семьей. Она стала еще красивее. А это дети Матио? Не верится, что он уже взрослый мужчина. Отец двух детей. У него милая жена. Да, она добрая и умная. Они счастливы вместе. И обожают друг друга. А ты? Ты красивая. Тебя, наверное, много ухажеров. У тебя есть жених? Да. По правде у нас сейчас все немного сложно. Но он хороший человек. Машину времени создал именно он. Его зовут Дэниел Лейвис. Сына... Сабрины. Да, точно. Ты же ее помнишь. Они давно дружили с мамой. Да, я помню. Твой тату. Какая-то важная для тебя дата. Да, это я сделал давно. Ирен, мне осталось отсидеть 4 месяца. Потом я уже выхожу на свободу. Серьезно? Пап, это же великолепная новость. Я так рада. Да. Это все Гаспро и Вера. Мальчик, которого вы спасли. Все это время он мне очень помогал. Нанял для меня самого лучшего адвоката. Без него я бы давно был бы уже мертв. Благодаря ему никто меня здесь не трогает. Это он перевел меня сюда для моей безопасности. Я этого не знала. Правда. Может у него и плохая репутация, но по крайней мере он настоящий мужик. Не захотел оставаться должником передо мной. Сделал то, что в его силах. К сравнению, там где я был до этого, здесь я как на курорте. Сам я его никогда не видел, но его адвокат передавал мне его сожаления. Даже после тюрьмы он готов помочь мне с работой. С работой? Нет уж. Ну успокойся, принцесса. Не такая работа, как ты думаешь. У него же есть легальный бизнес. Целая компания. Там и для меня найдется работенка. Не выше зарплаты, конечно, но на первое время на жилье и еду хватит. А там дальше посмотрим. Все равно, не хочется, чтобы ты был связан с ним. Человеку, который только что вышел из тюрьмы, не так уж и просто найти работу, тем более в одиночку. Тем более я уже не представляю, как там все изменилось. Мне понадобится время, чтобы привыкнуть к общественной среде. Да, ты прав. Но ты не волнуйся. Я и Маттейла тебе поможем. Эй, ты, ленивая задница. Работать собираешься? Мы не отстаем от графика из-за тебя. Так что шевелись. Да подожди ты. Моя девушка очень капризная. Нужно уделять ей достаточное времени. К тому же я устал. Ты не слышал? Иди работай. У нее есть подруга. Хочешь, познакомлю? Красивая. Да пошел ты. Тут нет нужного мне оборудования. Эй, ты, улыбаха. Я с тобой говорю. А? Как мне собрать принтер из этого хлама? Все оборудование находится в лесу в охотничьем доме. Нужно ехать туда и привезти то, что тебе нужно. Ну тогда давай, пойдем. Придержите дверь, пожалуйста. Наглая, невоспитанная, бестактная девчонка. Простите, я нечаянно. Кому ты сказки рассказываешь? Она нечаянно. Мама, она просто споткнулась. Бывает. И рухнула прямо на тебя? Как в кино? Не смеши меня, господ. Я же не специально. Просто споткнулась. Почему вы так злые ко мне? Потому что я знаю таких, как ты. Притворяешься невиновечкой. А сама хитрая, как волчица. Держись подальше от моего сына. Достаточно. Здравствуйте. Вы меня вызывали? Да. Мама, будьте добры. Пока я беседую с мисс Кальдорон, объясните, для чего мы его сюда позвали. Гаспар искал второго телохранителя для сестры. А я рекомендовала тебя. У тебя хорошая боевая готовность. Я в этом убедилась. Пять лет я служил в армии. Но вы уже наверняка читали мое досье. И знаете это. Да, я читала. Но помимо этого я знаю тебя лично. И могу с уверенностью доверить жизнь своей дочке тебе. Если, конечно, ты и согласишься стать ее телохранителем. Это высокооплачиваемая работа. Благодарю за ваше доверие. Разумеется, я согласен с вашим предложением. Хорошо. Значит, четыре дня охранять ее будешь ты. А три дня тебя будет заменять уже другой. За эти три дня ты можешь отдохнуть, чтобы на работе быть более бдительным. Все понятно, мэм. Придишь, будешь смотреть в пол, когда говоришь со мной. Приветики. Это мой новый бодигард. Да. Вот и отлично. Пойдем. У меня много дел на сегодня. А как же мистер Ривьера? Идите. Мы уже с тобой обо всем договорились. В кои-то веки пришли по назначенному времени, и то не вовремя. Мне по жизни не везет. А что здесь делает Логан? Хочу предложить ему новую работу. Кстати, он вчера минут пять стоял и болтал с вешалкой, думая, что это я. Его зрение улучшилось? Да, все в порядке. Ясно. Бен Колина уже выпустили, он должен сделать свою часть сделки. Поэтому вы должны наблюдать за тем, чтобы все пошло по плану. Он должен вернуться в прошлое и передать кое-кому послание. И в чем подвох? Я же знаю вас. Вы могли отправить туда Логана. Но вам нужен именно он. Я помню, как вы говорили о том, что он нужен вам живым. А мой папа в прошлом сказал, что они знакомы с Бен Колином. Я думаю, есть какая-то связь. Вы правда умны и внимательны. Мне как раз нужна такая помощница. Как у вас дела с цифрами? Вы предлагаете работать на вас? Извините, но я не хочу быть связана с вашими делами. Не забудьте, у меня есть еще и легальный бизнес. Так что, дел до горла, и мне нужен умный бухгалтер. Вы говорили, что нуждаетесь в хорошей работе? Вот вам и работа. Я заплачу вам 10 тысяч за месяц. Где папки? С чего начинаем? Кхм, идти я закончила. Хорошо. Переходите к зеленым папкам. Сначала можно мне выпить чашку кофе? С кофейным голова работает лучше. Конечно. Еще в холодильнике есть печеньки. Можете перекусить. Ладно. А вам что-нибудь принести? Нет. Я-то кладу ноутбук в холодильник из-за перегрева. А он почему печенье хранит там? Странный человек. Привет, милая крыса. Есть имя? Нет? А можно узнать, почему тебя зовут именно Петушок? Петушок. Есть какая-то история? Наверняка есть, да? Я же знаю, что ты умеешь говорить. Эй. Ну ладно. Не хочешь, не говори. Ты хоть знаешь, где именно этот охотничий дом? Я никогда раньше не ходил сюда. Все, что я знаю, это то, что все оборудование хранится там. Оно должно быть где-то там. Где там? То есть ты не знаешь. Нафига тогда мы перлись сюда? Спрашивал бы у того, кто знает. Я и спрашивал. Мне сказали, что мы по-любому его найдем. Он заметный. Давай пойдем. Долго нам еще ходить в никуда? Хватит уже ныть. Вон, я уже вижу его. Там всегда горит свет? Не знаю. Вроде не должно. Давай аккуратно. Мистер Ривера, я тут не совсем... Давно вы пришли и уселись рядом. Я не заметила. Вы так сосредоточенно работаете, что ничего вокруг не замечаете. Ну и что вы хотели спросить? Вот здесь. Что за красные цифры? Это дополнительный расход для лаборатории Линкольна. Это же большие суммы. Что они там делают? Это уже вас не касается. Делайте свою часть работы. Понятно. Вы в курсе, что у вас разные носки? Ага. То есть для вас это нормально? Вы знаете, как сложно искать попавшую пару носков? Нет, не знаю. Я опрятный человек. У меня все вещи разложены по местам и никогда не теряются. Когда в доме живет 7 человек, это немного сложно. Теряется все. А у меня нет времени на поиски. Не так хорошо. Тепленько, уютненько. Не оправдывайтесь. Вы сами беспорядочные и неряшливы. Смотрите, и тут уже устроили бардак. Куда ни гляди ваши вещи. Едите и работайте одновременно. Везде крошки. Не взяли подстаканник. На стуле следы от кружки. Я и вас успела заляпать помадой. Выходячая катастрофа. Магнус, тихо! Тук-тук. Приветики. Я не мешаю. Привет. Нет. Я не ждал тебя. Не сердись. Знаю, что у тебя много работы, вот и подумала, необходимо делать кофейный перерыв. Ну давай немного отлучись, отдохни. Последние дни ты много работаешь. Я беспокоюсь о тебе. Нельзя так напрягать себя. Тебе нужен отдых. Знаю. Поэтому у меня план для нас с тобой. Не против провести этот уикенд вместе. Вдалеке от всех. Только ты и я. Это просто гениальная идея. Обожаю тебя, красавчик. Ты мне знакома. Помимо как здесь, я тебя уже где-то видела. Ты всегда приходишь в салу моей мамы. Точно. Ты дочь новин. Ирен, правильно? Да. У её мамы золотые ручки. Обожаю её. И по характеру она суперская. Всегда заряжает всех позитивной энергией. Как же тесен мир. Что это? Помада? В лифте я споткнулась. Инна летела прямо на него. Вот и заляпала. Мы там были не одни. Ещё Роза была с нами. Я это к тому, чтобы ты ни о чём таком не подумала. Дорогая. Всё в порядке. Я никогда не сомневаюсь в верности Гаспару. Ты правда любишь его? Просто ты же знаешь, кто он такой. Чем занимается. Это его дела. Меня они не касаются. Главное, как он относится ко мне. Со мною нежный, ласковый и щедрый. Он не собственник. Никогда не обижал меня. Даже голос не повышал. В мире столько обычных парней, которые обижают девушек. Думаешь, они лучше него? Наверное, ты права. Если что, я не осуждаю тебя. Просто хочу понять и всё. Понимаю. Я не одобряю его поступки. Но и не вмешиваюсь. Когда мы начали встречаться, я уже знала, кто он такой. Но это имя меня не остановило. К тому же в постели он то, что надо. Я просто обожаю его. У него только один минус. Он много работает. Иногда чувствую себя навязчиво истеричкой. Но что делать? Безумно скучаю. Ужасная тварь. Прогони её. Что такое? Гаспар, тут крыса. Откуда тут могла взяться крыса? Это крыса того громадного парня. Я уже видела её у него. Вы про петушка? Он что, завёл себе крысу? А, там, там. Лови её, умоляю. Нет, пожалуйста, не убивайте её. Я не хочу, чтобы тут бегала крыса. Это же всего лишь маленькое животное. Неужели ты хочешь, чтобы он её убил? А я-то тут при чём? Вообще-то я тут жертва. Она могла укусить меня. Может, у неё есть бешенство? Она напугала Барбару. Мы не станем с ней любезничать. Этот грызун не стоит того. Ну да. Вы, как всегда, выбираете самый лёгкий путь. Убивать. Барбара, если он убьёт это животное, то ты тоже будешь в этом виновата. Как и он. Мисс Кальдерон, если вы уж так хотите спасти крысу, то я дам вам шанс. Либо я сейчас сверну ей шею, либо отдам вам. И вы можете отнести куда хотите, только подальше от этого места. Я знаю вас слишком хорошо, поэтому уверена, что вы не собираетесь оставить её в живых. Ваша цель сделать так, чтобы в итоге в её смерти виновата оказалась я. Я отдам, но при условии, что вы должны будете мне услугу, чтобы был баланс. Когда-нибудь, если я попрошу вас сделать что-то, у вас не будет права отказа. Теперь её жизнь только в ваших руках. Посмотрим, насколько вы любите животных. Да соглашайся и бери эту зверюгу, и ради бога отвези хоть на луну. Мне правда стрёмно. Это нечестная сделка. Я человек слова. Обещаю, что если вы примете условия, я дам вам её живой. Это нечестная сделка. Это нечестная сделка. Это нечестная сделка. Это нечестная сделка.